This conference will now be recorded. И сегодня я бы хотел рассказать вам на нескольких интересных примерах, что такое рандомизация, то есть создание случайных отклонений в нанесении текстур на объекты и почему это так важно и почему это так здорово, если ты умеешь это делать. Ну, как видите, у меня есть небольшая презентация. Немножко обо мне, я не буду все это зачитывать, дорогие друзья. Возможно, кто-то из вас меня уже знает, учился у меня, смотрел мои ролики на YouTube. Ну, в общем, в таком случае, всем еще раз здрасте, кто знает меня уже по каким-то другим моим, скажем так, родам деятельности. Я, как уже говорил, представляю компанию Специалист. Мы очень давно на рынке и как раз занимаемся в том числе обучением людей по 3D графике. Предоставляем гарантии на наши услуги, предоставляем отличный результат. Ну, в общем, сейчас я не буду заниматься рекламой нашей компании, хотя, конечно, тут есть что рекламировать. Давайте ближе к делу. Что такое реалистичный рендер? Рендер, на всякий случай, для тех, кто впервые сталкивается с этим вопросом, так мы называем картинки, полученные с помощью компьютерной графики. Это могут быть интерьеры, здания, там все что угодно. В том числе и персонажи, и космические всякие ролики и так далее. И вот есть такая проблема, которая в реальном мире и в сидже, то есть в компьютерных изображениях, очень хорошо заметна. В реальном мире не бывает одинаковых объектов. Если у нас, скажем, есть две мраморные плитки, наверняка на них в жизни будут разные прожилки. Если у нас есть два, там, не знаю, автомобильчика, то наверняка один, даже если они совершенно одинаковые, один автомобильчик чем-то будет от другого отличаться, там может быть чуть другой оттенок краски, может быть, там, не знаю, какая-то деталька помята. И вот, к сожалению, в компьютерной графике именно этот момент, он довольно слаб, потому что при копировании одинаковых объектов, деревьев, мебели, каких-то аксессуаров, да даже банально плитки паркетные или там кафельные, к сожалению, на компьютере она вся получается абсолютно одинаковой. И вот этот вот момент, который очень хорошо выдает компьютерное изображение и порой делает картинку очень раздражающей. Именно по той причине, что объекты строго повторяются, выглядят абсолютно одинаково. С этим не всегда удобно что-то делать, потому что, допустим, менять форму объекта, то есть физически изменять форму объекта напрямую, это довольно дорого, потому что если объекты делаешь именно разными по геометрии, то есть меняешь их тело, то это в таком случае должны быть так называемые копии. То есть каждый объект жрет на себя память, и это довольно раздражает, потому что память она не бесконечная, естественно, рано или поздно она кончится. Поэтому хочется всегда копировать объекты в режиме, который 3ds Max называет instance. В этом случае память они не расходуют, но они тогда будут выглядеть строго одинаково. И вот один из замечательных способов, даже одинаковые объекты, то есть инстансы, заставить выглядеть по-разному, это рандомизировать на них цвета или текстуры, то есть сделать их наложения случайными. И вот все современные системы рендера крутые, такие как RON, V-Ray, вот они имеют в своем составе средство для этой самой рандомизации. От английского слова random, то есть случайный. И вот мы с вами сейчас посмотрим, как же это работает. Хочу сразу сказать, я вам сейчас все это покажу на примере 3ds Max 2021 и 5-й короны. Это те версии, которые сейчас актуальны, которые мы преподаем в компании Специалист на курсах по 3ds Max по короне. Если у вас другая версия Max и другая версия короны, но есть только не совсем уж старая, то это все будет работать примерно так же. Скажу больше, друзья, в конце выступления я вам сброшу ссылочку вот прямо на архив с этой сценой. И вы сможете ее у себя дома открыть и повторить те действия, которые вы сейчас увидите в моем исполнении. То есть вы сможете не только посмотреть сейчас, как все это работает, но и потом самостоятельно повторить и получить удовольствие не только от просмотра, но и от участия. Но об участии давайте попозже. Что мы видим сейчас? У нас с вами будут три инсталляции с разными объектами. Вот первая инсталляция с чайничками. Ну да, сложно не узнать классический 3ds Max'овский чайник. Хочу сказать, здесь в этой сцене уже стоит освещение. То есть если я прошу 3ds Max выполнить визуализацию, давайте посмотрим, что мы с вами сможем на ней увидеть. Вот такие довольно унылые чайники. Они, конечно, все сделаны инстансами, то есть они все одинаковые, и память они расходуют как на один единственный чайник. И вот я хочу сделать их разнообразными. Ну давайте приступать. Только важное замечание. Вся вот эта вот наша чудесная рандомизация, она не видна в окне просмотра 3ds Max. Для того, чтобы ее увидеть, мы должны или выполнить рендеринг, или хотя бы запустить интерактивный просмотр. Наверняка те, кто учил визуализацию, знают, что есть такая функция, называется интерактивный рендер. То есть это такой рендер, который обновляется в реальном времени. Вот я его включил, и теперь в этом окошке, давайте я поменьше только сделаю, чтобы он тормозил не так сильно, все-таки у меня ноутбук, хотя и достаточно мощный, это графический профессиональный комп, но это все-таки ноут. Поэтому я не буду делать окно на весь экран. И вот это окно, оно обновляется, так сказать, онлайн. То есть любые наши действия в редакторе материалов, они будут сразу в нем наблюдаемы. Ну и что же, я беру редактор материалов. Как видите, здесь у меня два материала, ну вернее материал и карта. Это вот материал, который на подставку назначен, и текстура, которая служит окружающей средой. От нее, кстати, свет идет. Вот сейчас это освещение такое. Это проделки так называемой HDR-карты. Ну, кто не в курсе, это специальная такая картиночка, она выглядит вот таким вот образом замечательным. И она создает освещение со всех сторон, она же формирует окружающую среду. Ну, то есть чайники вот эти, я не думаю, что они стоят где-то вот здесь вот на этой некой подставке условной. И это все вот их освещает. Ну, довольно типовая технология по освещению предметов. Ладно, больше не будем об этом. Но, тем не менее, надо понимать, что свет, он берется не волшебным образом, а подгружается из вполне определенного изображения. Итак, вот у нас материал, который недвусмысленно называется тип, вот с чайники. Я могу как-то его менять. Ну, допустим, поменять у него базовый цвет, да? Ну, а тогда все чайники перекрасятся. А я вот хочу, чтобы они приобрели какое-то разнообразие. Как говорят, рандомность. Ну, уже повторюсь, слово random по-английски означает случайно. И вот однокоренные всякие слова люди используют, в том числе и в русском прочтении. Итак, существует две карты в 3ds Max, в короне, которые нужны для рандомизации. Вот я нажму правой кнопкой мышки прямо в пустоте, скажу, покажи мне мэпсы короновские. Эти карты называются мультимэп. Она рандомизирует цвета или какие-то значения. И UV рандомайзер, а он смещает текстуры. Но об этом позже. Давайте поговорим о мультимэпе. А вот я ее вызвал. Что хочет мультимэп? Она говорит, я тебе предлагаю 6 цветов заранее выбранных. Хочешь там больше сделал или меньше, но по умолчанию 6. И ты можешь меня подключить как цвет, как гладкость, как что угодно. И я сообщу твоим объектам эти цвета случайным образом или как-то упорядочно, как хочешь. Вот давайте я эту карту вот так подключу и скажу, ты будешь диффузным цветом. И что-то пошло не так. Как видите, чайники все красненькие. Я-то думал, что они будут в виде радуги. Что же мы не сделали? У карты рандомайзера мультимэп есть такое понятие режим. То есть как именно назначать цвета на эти наши объекты. И режим почти всегда, дорогие друзья, у вас будет стоять инстанс. Это если вы копировали объекты как инстансы. Есть еще вариант mesh element, тоже очень удобный. В режиме mesh element можно работать даже с зоотаченными моделями. То есть, например, если у тебя листва дерева, она оттачен соединена в одну единую крону. И в этом случае mesh element все равно будет видеть отдельные цветочки. Вот заметьте, вернее листики, в режиме instances сейчас каждый чайник приобрел свой цвет. В режиме mesh elements не только каждый чайник приобрел свой цвет, но и каждая деталь каждого чайника приобрела свой цвет, потому что она отдельный mesh element. Но мне здесь скорее больше нравится instance вариант. Instance вариант смотрится как-то поразумнее. Дальше. Все равно мы видим с вами несколько чайников одинаковых. Ну, потому что, как вы, наверное, догадываетесь, вот есть некий синий цвет, он назначается на эти чайники. Вот они выглядят такие, ну, ладно, не синий, фиолетовый, баклажановый. Поэтому дополнительно есть еще одна функция. Уже для каждого цвета тоже ввести некий коэффициент отклонения. Я, скажем, поставлю 10% отклонения оттенка, 10% отклонения яркости. То есть даже те чайники, которым выпал одинаковый цвет, они все равно немножко отличаются друг от друга по оттенку. Потому что для каждого цвета теперь действует дополнительный коэффициент отклонений. И что еще интересно, мы с вами видим, что несколько чайников у нас рядом стоят, так не очень интересно. Можно попробовать пощелкать seed. Seed это случайная вариация. То есть каждая новая вариация по-своему распределяет цвета. Ну, и бесконечное количество, просто щелкаться, пока не надоест. И вот мы с вами получили такую рандомизацию. Но! А вот если я хочу, чтобы часть чайников, допустим, была не оранжевая или там не желтая, а, скажем, расписанная под хохлому, и не голубая, а расписанная под кжель. Заметьте, мы можем подключать еще и текстуру сюда. Вот, скажем, я создам два корона битмап. Я скажу, давай корона битмап сделай мне. И у нас с вами есть чудесная папочка. И я могу взять отсюда текстуру кжеля. И точно так же я могу взять текстуру к хохламы. Я для вас подготовил такие две текстурочки. Потом, если вы захотите скачать материал, вы эту текстуру получите. И дальше я, допустим, подключу кжель, ну, скажем, в четвертый слот, кала 4, вот сюда она как раз голубенькая заменит, а хохламу в первый слот заменит красненький цвет. Только, да, нулевой скорее. И вот, заметьте, в то время как остальные цвета остались просто цветами, вот эти два цвета заменились на кжель и хохламу. То есть мы с вами можем засовывать сюда как цвета, так и разного рода текстуры. Очень удобно, допустим, можно взять похожие текстуры, допустим, в фотошопе их как-то подправить. И тогда они будут рандомизироваться, назначаться на вроде бы одинаковый объект, но объекты будут смотреться по-разному. Кстати, вот эти вот отклонения, они действуют даже в случае, если текстура используется, а не цвет. То есть текстуры тоже отличаются по оттенкам и по яркости. Очень удобно. Но я надумал еще одну вещь сделать. Я хочу этим чайникам дать разный блеск, чтобы какие-то были матовые, какие-то глянцевые. Я же могу использовать такую же карту, то есть Maps Corona Multimap, не для рандомизации цвета, а для рандомизации гладкости. Для этого всего лишь нужно ей сказать. Давай цвет у тебя будет один, всего один цвет. И он будет серый. Но ты будешь его для каждого инстанса менять силой, допустим, 30%. Ну то есть, да, мы здесь видим только один цвет, но для каждого объекта он будет меняться случайно с серого на белый или на темно-серый непредсказуемым образом. Ну вот плюс-минус 30% вот этой шкалы, туда-сюда. Следовательно, если я подключу его в материал или в так называемый Reflection Color, то есть силу отражений, или даже интереснее в Glossiness, то есть в гладкость отражений, то сейчас что получается? Какие-то чайники получились более глянцевые, а какие-то наоборот более матовые. Вот мы хорошо видим, да, вот один чайник с хламой, он гладкий, а другой матовый. Если мы хотим, чтобы разница была не такая большая, ну, соответственно, рандомно сменяем, там, скажем, не 20, не 30%, а 15. И будет уже чуть меньше разброс. Но все равно разброс есть. Ну и опять можно пощелкать там seed, если они другие должны быть, но не важно. В общем, я думаю, вы поняли идею. Еще, допустим, я хочу сделать еще один ход. Я сделаю еще одну карту Corona Multimap. Поставлю ей 5 разных слотов. И сейчас я сделаю их все черными. И подключу ее в качестве бампа, то есть рельефа. Ну, друзья мои, кто не знает, что такое бамп, на всякий случай уточним. Это свойство позволяет объектам иметь какую-то неровность на поверхности. Допустим, царапинки, выбынки, там, потертости какие-то. Черного цвета бампа означает, что рельеф отсутствует. То есть вот в объекте, в материале, извините, друзья мои, сила бампа, вот она, единица. То есть это довольно много, можно еще больше поставить. Но он не работает, потому что цвет черный. А вот теперь в один из слотов, допустим, в третий, я поставлю короновский битмап. Ну, можно было подключить так или иначе, неважно. И возьму битмап с царапинками, scratches. Вот такие чудесные расчудесные царапки. И я получил третий слот с царапинами. Давайте включим режим instance, чтобы он случайно распределял. Ну, то есть получается, что поскольку слотов пять и только один из них с царапками, мы получаем эффект, то что каждый пятый чайник, он вот немножко поцарапанный. Что-то, честно говоря, я не вижу здесь этого эффекта. А нет, вижу вот этот поцарапанный, кстати, который посерединке. Такое ощущение, друзья мои, что вот включен микрофон. Позвольте-ка я вам все микрофоны выключу. Итак, у меня один поцарапанный чайник, и это не особо бросается в глаза. И вот тут, что интересно, я могу использовать в мультимэпе еще одно свойство, называется mix amount. Оно в разной степени смешивает вот эти слоты между собой. Ну, допустим, что значит 25%? Это означает, что у нас будут с вами как, ну, вот здесь хорошо видно, да, текстура с сильными царапками, так текстура вообще без царапок, и разные градации царапок. То есть сейчас мы с вами получили возможность увидеть эффект разной степени поцарапанности на этих самых чайниках. Где-то царапины сильные, где-то слабые. Вот так вот работает эффект бампа. Очень важно, друзья мои, не забывайте везде ставить режим instance, при распределении мультимэпов, иначе это не сработает. Я могу позволить себе выполнить рендер более качественно, чтобы мы могли увидеть покрупнее. Если бампа будет не хватать, можно, естественно, добавить его поглубже с помощью усиления самого бампа. Но, тем не менее, какие-то царапинки я сейчас наблюдаю. Притом они где-то посильнее, где-то послабее, где-то их нет вообще. Опять, если мы хотим, чтобы царапинки перемешались, то просто в несколько раз щелкните галочку, не галочку, а цифровое значение SIDA, то есть случайного числа, чтобы оно скорректировалось заново. Но вот заметьте, это все одинаковые модели, и у них один материал, что очень ценно. То, что мы, если будем копировать дальше эти модели, эта рандомизация, она будет работать уже сама. Ну, то есть, вот сейчас, да, это смотрится как-то так, но если я беру эти чайники, давайте я сниму выделение только с прицела камеры, и делаю копии еще. Ой, камера выделена. Так не надо было делать, да? Где прицел камеры? Нет, вроде не выделен. Камера, камера. Ладно, instance. Все. Удолил. И еще instance. Вот я понаделал чайников побольше, да? Можно еще instance. То есть теперь уже вот эта рандомизация будет работать сама. Нам не нужно каждый раз там как-то этим чайникам назначать случайный материал или что-то такое. Но на рендере для каждого конкретно взятого объекта срабатывает свой рендом, и вот они все смотрятся уникально. Напомню, память они жрут как один объект, но визуально они могут проявляться как множество отдельно взятых моделей, каждый из которых будет смотреться более и более уникально. Заметьте, вот хорошо видно, цвет хохломы меняется, да? Потому что там стоит случайность для оттенка, и вот он охотно меняет этот оттенок. Ладно, думаю, с чайниками, уважаемые зрители. Идея понятна. Давайте перейдем к следующей затее. Вот кафельная плитка. Посмотрим, что можно сделать с кафельной плиткой. То есть это обычные плиточки, обычные боксики. Я мог бы использовать такой известный плагин, называется Floor Generator, то есть генератор паркета, который выкладывает паркетную плитку или кафельную плитку. Но я без затей накопировал обычных боксиков. И что мы с вами видим на этих очаровательных боксиках? Давайте опять включим случайность. Они сейчас все одинаковые. И вот я возьму новый материал, как видите, у меня уже назначен. Это плиточки. И я ему заряжу короновский битмап с мрамором, Marble. Ну вот классическая ситуация. Мы наложили мрамор, наложили какой-то, ну все что угодно, там гранит. И вот плитки смотрятся отвратительно, они все одинаковые. Как бы нам поступить здесь, чтобы плитки получились красивые? Давайте я создам сразу две текстуры. Я создам Maps Corona, наш мультимэп с того раза. И еще я создам новую карту, которая называется Corona UVW Randomizer. Вот что она делает, сейчас мы увидим. Итак, я в мультимэпе скажу, что мне нужен только один item, то есть только одна текстура будет действовать. Я подключаю текстуру в Color, отсюда переключаюсь в UVRandomizer и отсюда в диффузный цвет. То есть вот я подключил через два рандомизатора. Первый рандомизатор, который мультимэп, он будет сбрасывать немножко у плиток случайным образом гамму. Ну вот если я поставлю много, допустим 10, то плитки все получатся какие-то там ярче, какие-то темнее. Только не забываем включить instance. Вот теперь включился. Видно, что плитки по оттенку сразу поменялись. Ну не настолько сильно, настолько сильно, конечно, некрасиво. Давайте я поставлю 2% или 1%. Ну чтобы была чуть-чуть какая-то, какой-то намек на то, что они разные. Ну а теперь главное. UVRandomizer. Что он делает? Он позволяет текстуру случайным образом сдвигать, поворачивать и масштабировать. Допустим, я говорю, давай сдвинь на 50 сантиметров по оси горизонтали влево и вправо. То есть для каждой плитки текстура сдвигается на 50 сантиметров случайно. По вертикали также. И поверни, допустим, но не сильно, там скажем на 15 градусов. То есть каждая плитка будет повернута от минус 15 до плюс 15. А еще я поставлю галку, чтобы масштаб был по одной оси. Ну по двум осям одновременно правильно. То есть при масштабировании плитка не будет сжиматься по одной из осей. То есть масштаб будет идти, правильно говоря, равномерно. И я скажу, давай UScale от 85 до 115%. То есть каждая плитка будет масштабировать свою текстуру от 85 до 115. То есть на 15% больше и меньше. Ну и вот, грубо говоря, разброс 15% по всем возможным поворотам и масштабам, и 50 сантиметров по смещениям. И что мы с вами видим? У нас плитка выглядит совершенно по-другому. То есть она сейчас смотрится очень живой. Еще раз посмотрите, друзья. Вот так это выглядит без UV-рандомизатора. Вот. Абсолютно уныло. Ну да, оттенки немножко уже меняются. Спасибо за это. Но тем не менее, вот так это выглядит с UV-рандомизатором. Ну вот у нас получилась чудесная плитка. Вы можете это использовать для создания очень реалистичной мраморной плитки, кафеля. Это замечательно. Просто чудесно работает с паркетной доской. То есть тебе не нужна текстура паркетной доски. Хватает обычная текстура деревяшки. Это выглядит потрясающе. Ну, нужно только саму досочку разложить. Там команды массив, вручную, флургенератором. Не важно. То есть эти плитки, это могут быть как отдельные объекты, так и все объединенное воедино. Тоже будет работать чудесно. Ну и давайте переходить к последней инсталляции, которая у нас выглядит вот так вот. Как видите, это стена бревенчатого здания. Мне, кстати, на YouTube просили несколько раз сделать ролик, как дом рисуется бревенчатый. И я вообще говоря, этот урок, ну, как в голове держу, но пока еще не готов его делать для YouTube. Это очень много сил потребует. Где-то минимум трехчасовое видео получится, как целый дом сделался. Но, тем не менее, ключевой момент при создании бревенчатого дома, это как правильно красить бревнышки. Хочу сказать, бревнышки это самый обычный цилиндр. То есть вы потом, если захотите, у вас будет достаточно любопытства, вы можете взять ту сцену, посмотреть, как она сделана. Это просто цилиндры, которые я, ну, чуть-чуть сжал, чтобы они были такие сдавленные немножечко. Ну, чтобы это были бревна оцилиндрованные правильно. Короче, и вот эти два материала назначены как? Первый материал назначен на бревна, а второй на их торцы. Естественно, я взял одно бревну и потом раскопировал. И вот я беру материал локс, то есть бревна, и мне нужны бревнышки с разной, ну, можно немножко блеска добавить, это не особо важно сейчас, с разной текстурой, чтобы каждое бревно немножко играло текстурой. И вот я беру и создаю в диффузный цвет карту, ту самую мультимэп. Текстура у меня только одна, поэтому мне нужно в мультимэпе только один айтем. И я ставлю его, могу ткнуть вот здесь кнопочкой, корона битмап, вот он, называется VOOT35. Вот такая вот текстура. Мне кажется, она лежит не в том направлении, поэтому я первое, что сделаю, в текстуре поменяю 90 градусов направление. Ну, да, вот так-то лучше. Ну и что мы видим? Все бревнышки абсолютно одинаковые. Тогда я беру в рандомайзере и ставлю небольшой рандом по оттенку 2% и небольшой рандом по гамме, допустим, 5%. Не, много. Тоже 2 пускай будет. И, конечно, instance не забываем включить здесь, да? Вот бревнышки, видно, какие-то посветлее, какие-то потемнее. Еще меньше сделал, 1%. Можно seed пощелкать, но только значение seed надо будет запомнить, какое мы поставили. Чуть позже вы поймете, почему это важно. Самая большая проблема в том, что на бревнах повторяется рисунок сучков. Поэтому давайте сделаем еще одну текстуру. Maps, Corona, случайность, UV. Переподключим все это уже через него. Ай! Ну, давай, хватит тормозить. Руки действуют быстрее, чем 3D Max. Так. Ну и в UV генераторе, в UV рандомизаторе все то же самое. Давайте я сделаю немножечко разницу в размерах между каждыми инстансами и очень сильную разницу в смещении. Допустим, 2 метра и, там, скажем, 2 метра по высоте. Угол поворота не надо менять ни в коем случае. Здесь это будет 100 пудов лишним. Ну и заметьте, вот они, сучки на бревнах, пошли совершенно по-разному. Если вы хотите покрупнее сам рисунок, но это надо в текстуре. Бревна вот здесь вот поставить, допустим, тайлинг меньше или больше. Ну, допустим, тайлинг 0.5, у вас бревна будут с более крупным рисунком. Вот как сейчас, например, да. Ну, это вполне такие, я бы сказал, типовые приемы. Вот. Чудесно. Но что делать с торцами? С торцами чуть сложнее. Вот текстура торцов. Мне, друзья, очень хочется сделать так, чтобы торцы были повернуты каждый по-своему. То есть у меня есть картинка торца, но, к сожалению, эта картинка не может нормально крутиться. То есть UV-рандомизатор, его функция поворот, она отсчитывает поворот от левого верхнего угла. То есть невозможно вращать текстуру к ее центру. Поэтому что я сделал? Я взял текстуру торца бревна и в фотошопе, без затей, ее повернул 8 раз, каждый раз под 45 градусов, сохраняя как новую текстуру. То есть, да, это не очень удобно, конечно, соглашусь, но, тем не менее, что я вам могу предложить? Я возьму тот самый короновский мультимэп и в этот раз придется немножко постараться. Я поставлю целых 8 item count и в первый поставлю корону bitmap. Как видите, вот они, дорогие друзья, 8 вариантов торца. Это одна и та же картинка, я ее просто немножко повернул. Возьмем первую из них. Вот она, чудесно. И теперь я ее скопирую. Раз, два, три, четыре. Ну да, придется опять помучиться немножко, потому что мне их нужно аж целых 8 штук. Сколько это? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь придется зайти в каждую и, нажав loadmap, поменять. Вот это будет N2, это будет N3, это будет N4. Мог бы, конечно, да, все это как-то, что называется, за кадром сделать и вам уже предъявить готовый вариант. Но я думаю, это не займет слишком уж много времени, тем более уже почти закончил. Н6, N7, ну и последний, восьмой. Было бы очень здорово, если бы карта рандомизатора позволяла выбрать относительно какой точки поворачивать текстуру, но пока, во всяком случае, разработчики этого не сделали. И вот мы с вами подключили их все в рандомизатор, то есть теперь он будет случайно назначать на каждое бревнышко. Подключили сюда в диффузный цвет. Выбрали instance. Можно еще посмотреть, как вот там у нас был настроен рандом. Что здесь стоит? 1, 1, 4. Давайте повторим так же. 1% оттенка, 1% яркости. И что очень важно, тот же сид, чтобы те же бревна получили такие же смещения. То есть то бревно, которое более темное, у него и торец будет более темный. Ну и вот, уважаемые друзья, собственно говоря, если сейчас мы посмотрим, как оно выглядит, мы увидим, что каждое бревно смотрится эксклюзивно. То есть торец у него повернут по-своему. И оттенок бревна и оттенок торца совпадают. Если мы выполним рендеринг хорошего качества, это будет бросаться в глаза еще больше. По содержательной части, касающейся темы нашего разговора, у меня практически все. Сейчас я скажу еще пару слов в завершение, и потом с удовольствием передам слово нашему уважаемому администратору, менеджеру, у которого тоже есть что вам сказать. Но сначала, как я и обещал, друзья мои, у меня для вас есть ссылка на это упражнение. То есть, если у вас будет желание, вы сможете повторить его своими силами. Ну вот сейчас мы с вами видим, да, как у нас получили замечательно торцы бревен. Также можем отрендерить и плиточку кафельной, тоже порадоваться. Но, в принципе, я думаю, вы уже понимаете, к чему там все это идет. И вам необходимо, если будет желание, потренироваться самостоятельно. Вот ссылка эксклюзивная для вас, уважаемые зрители, прямо в чате сейчас. Вы можете скачать по ней материалы и своими силами дома попробовать. Вам будет нужен 2021 3ds Max и 5-я корона. Если у вас стоит другая версия продукта, ну, в принципе, вы сможете попробовать что-то наподобие изобразить. Позвольте себе вернуться обратно к нашей презентации. Ну вот сейчас мы с вами выяснили, что такое рандомизация, как она работает. Позвольте сказать еще несколько слов в завершение. Для чего нужна вообще корона? Как вы знаете, она позволяет великолепно визуализировать интерьеры, архитектуру, предметы. Если вы хорошо научитесь ей пользоваться, вы сможете создавать рендеры профессионального качества и радовать ими ваших зрителей, ваших заказчиков. Естественно, вы можете пройти у нас курс по короне. В том числе вы увидите те вещи, которые я сейчас показывал. Ну, кстати, не в таком объеме. На курсах рандомизация изучается слабо. Именно поэтому я вам сейчас показал ее как дополнительный приятный бонус. Наш курс по короне, уважаемые друзья, идет 3 учебных дня, то есть 24 академических часа. При этом вам предоставляется дополнительное время, чтобы вы могли еще самостоятельно на наших компьютерах поработать. Ну, насчет стоимости, начало занятия, думаю, вы сами видите, я не буду это комментировать. Могу только сказать, что курс однозначно стоит потраченных на него усилий, потому что действительно корона – это современный, очень крутой инструмент. Притом можно изучать корону как саму по себе, так и в составе трека 3D-визуализатор, который как раз подводит вас не только к пониманию короны, но и в целом к получению всех общих навыков. Вы также можете выбирать разные форматы обучения, у нас их много, и какой-то из них вам наверняка подойдет. Пока позвольте себе поотвечать на вопросы наших дорогих участников. Подскажите, планируется ли курс по моделированию в Максе игровых моделей? Вот сейчас такой курс у нас выходит под Блендер, а не под Макс, дорогой мой Григорий, потому что сейчас в Игрострое Блендер у него все более-более сильные позиции. В нише дизайна интерьеров, там визуализации Блендер пока не особо применяется, как бы на Блендерчикам не хотелось. А вот как раз то, что касается, так скажем, применения Блендера в Игрострое, там он просто шикарен. Поэтому вы можете, в общем-то, поучиться игровому дизайну на Блендере. То есть я сам, вообще говоря, имею дело с Максом во всех его направлениях, но такой курс он не очень востребован у нас. У нас есть курс по анимации персонажей в Максе, это да. Но вот именно по Игрострою, ну, такое. Вот именно по моделькам. Уважаемые участники, если у вас какие-то вопросы ко мне, вот как раз даже переключусь на слайд с вопросами. Дамы и господа, меня слышно? Хорошо. Замечательно. Ну, с вашего позволения расскажу немножечко про Макс, пока у нас есть возможность пообщаться. У нас сейчас будет переход на 2022-ю версию Макс и, по всей видимости, на 6-ю версию Короны. Сейчас у нас тут курс по 21-й версии, скоро будет уже 22-я. Во 22-й версии очень интересный новый механизм полимоделинга, который позволяет прям шикарно выстраивать модели, не используя кнопочки. Это очень шикарно. То есть ты можешь не тыкать там всякие кнопки, сложные системные команды, а прямо горячими клавишами, там шифтом, контролом, альтом, выполнять все необходимые тебе операции. Прям очень-очень удобно. Вот. Так что скоро эти возможности будут у нас на курсах разбираться, но как только вот у нас будет обновление до 2022 Макса. Потому что V-Ray под него уже есть, Корона под него тоже сейчас. Ио разработчики обещают выпустить срочный релиз Корона под 22-й Макс. Мы будем переходить на 22-й версии, чтобы всегда оставаться, что называется, впереди. Продолжение следует... Так, ну что же. Давайте подождем еще две минуты нашего менеджера чудесного. Когда планируется курс с новыми версиями, спрашивает Людмила. Людмила, честное слово, пока не могу сказать до месяца и дня. Могу сказать, что это будет наверняка где-то уже в июне. Потому что сейчас нам должен прийти софт обновления лицензий. У нас с Макс лицензионный стоит, соответственно, нужны лицензии на него. Может, я, честно говоря, попытался запустить 22-й Макс на 21-й лицензии. Он отказался такой-сякой. Вот. Ну и, в общем-то, с точки зрения обновления учебного плана, надо сказать, что больше всего изменений коснутся курса сложное моделирование, наверное. Вот. И некоторые изменения коснутся курса визуализации. Потому что 22-й Максе очень неплохо разработчики довели до ума стандартную систему рендеринга, которая называется Arnold. Ну, как, она, конечно, все равно бесконечно уступает V-Ray, очень уступает короне. Но, тем не менее, она по-своему стала интересной. То есть, ей можно уже пользоваться и, в общем-то, можно получать красивую картинку за разумное время. Поэтому, как учебная система для визуализации, мы долгое время использовали Art. И вот сейчас будем, наверное, переключать внимание наших учащихся на Arnold. Как более такой современный, перспективный. Да, анимация осталась без изменений. Надо сказать, в 22-м Максе, ну, вот, действительно, то, что они заапгрейдили, это моделинг. Моделинг, он поменялся, полимоделинг классический, он стал чуть другим. Ну, то есть, технически это все то же самое, но ключевое отличие, оно стало быстрее. То есть, тебе вместо того, чтобы ткнуть мышкой трижды, нужно нажать один раз. И у тебя сразу срабатывает там или экструд, или бевил, что-то там хотел. То есть, полигончики очень отзывчивы именно к манипуляциям мышкой. Это прям суперудобно. Елена, очень рад, что вам понравился мастер-класс. Попробуйте сами выполнить эти упражнения, несложные. Гульнур, я очень рад, что вам понравились мои уроки на YouTube. Завтра с утра выйдет новый, кстати, урок на YouTube. Я подготовил урок по созданию панорам. То есть, вы сможете сделать крутую 3D-панораму и посмотреть ее изнутри. В том числе, используя очки виртуальной реальности. Они очень дешевые, 500 рублей стоят. В них мобильник засовываешь и прямо оказываешься в своем интерьере. Вот ролик, как это сделать, как правильно выложить, как правильно посмотреть. Завтра с утра, ну, максимум в среду с утра на YouTube будет доступен. Но вы сможете с ним, дорогие друзья, познакомиться поближе. Я его долго делал, но вот довел до ума. Там чуть-чуть демонтировать осталось. Буквально какие-то подправить мелочи. Поэтому все, кто смотрит мой YouTube-канал, дорогие мои зрители, вы сможете познакомиться с новым контентом. Здорово, Григорий. Очень рад, что вам удалось найти себе работу по вкусу. И то, что я имел какое-то отношение к вашему трудоустройству. Мне это очень приятно. Очень радует меня то, что я делаю, оно приносит пользу другим людям. Это замечательно. Ну, что же, уважаемые друзья, я думаю, на этом мы с вами можем уже попрощаться. Хочу пожелать вам всяческих успехов в вашем творчестве, в вашей работе. Если у вас есть какие-то вопросы, еще я побуду на линии в чатике, там, минутку-другую. Поэтому, друзья, всех вам благ и отличных вам рендеров. Рендеров. Пожалуйста, пожалуйста. Был рад с вами сегодня пообщаться. До свидания. Жалко, мы так и не дождались нашего менеджера. Жалко, мы так и не дождались.